В Шамкенте без конных тренировок могут остаться спортсмены и дети с особенностями развития. Родители опасаются, что их школа национальных и конных видов спорта останется без скрытого манежа. Он на грани сноса из-за грандиозной стройки элитного жилого комплекса. Еще до начала строительных работ им обещали, что дети получат именно новый ипподром, который эта же компания строит за городом. Марина Анизовкина выясняла, почему проект еще не начали. Сидеть в седле эти дети учатся раньше, чем говорить или ходить. При таких сложных диагнозах, как аутизм, ДЦП, задержка психоречивого развития, ипотерапия – это лучшее лекарство. Три года, три раза в неделю и без единого пропуска Татьяна Природина привозит на занятия сына. Прогресс, говорит, налицо. Ребенок научился себя обслуживать. Вот только все усилия могут оказаться напрасными, если тренировки остановить. А такая перспектива реальна, говорит мать. Над их крытым манежем нависла угроза сноса. Он оказался на пути строителей нового элитного ЖК. Прерывать это, ну это просто чудовищно, можно сказать. Все эти усилия на смарку будут. И манеж также необходим. На открытом воздухе это невозможно. И поймите, прекращение реабилитации – это, ну, нельзя этого допустить. Строители подошли уже вплотную к манежу. Здание для хранения сена уже снесли. Родители бьют тревогу. С такими темпами возведения многоэтажек дети с лошадьми останутся на улице. Под угрозой и тренировки чемпионов конных видов спорта. Им обещали, что уже в марте смогут обосноваться в крытом манеже на новом ипподроме. Мол, там будут все условия. Просторные конюшни, современные раздевалки. Только там пока еще даже фундамента нет. Да и на паспорте объекта крытого манежа тоже нет. Как и конюшен для всех лошадей. Не совпадает то, что обещали и то, что мы видим на сегодняшний день. То есть, почему этот проект сдулся ровно в пять раз. Вместо 150 лошадей. Сейчас там 28 лошадей будет находиться. То есть, конюшен на 28 лошадей. А ведь у нас национальный вид спорта. Землю под старым манежем и шамкенским ипподромом для элитных жилых комплексов строительная компания BI Group получила от Акимата взамен обещание построить городу новый ипподром. Договорились, что потратят на это 2,5 миллиарда тенге и разместят его на 24 гектарах. Застройщик от интервью отказался, но пояснил. Сначала спроектировали ипподром один, но потом решили, что нужно сделать побольше, чтобы он соответствовал международным стандартам. Правда, это вызвало удорожание объекта на 1,5 миллиарда тенге. В оговоренную ранее сумму не поместились манеж, конюшни и даже освещение. В итоге Акимату Шамкента все же придется вложить миллионы в строительство обещанного городу бесплатного ипподрома. По строительству манежа, трехденников, ночного освещения, как только, значит, по нашим расчетам, этот проект должен получить государственную экспертизу к концу мая. Если мы к концу мая получим положительное заключение экспертизы, то в июне уже начнем конкурсные процедуры и где-то в августе начнем строить. Мы же договорились так, пока не построим, значит, новый манеж, старый манеж сносить не будем. Строить манеж будут около четырех месяцев и потратят на него из бюджета 500 миллионов тенге. Марина Низовкина, Виталий Заянтинов, это Микен Бизнес, Шамкент.